Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Певцов, которые обладают талантом, обладают каким-то творческим талантом, это поэты. В этот раз очень знаменательно для нас то, что мы с вами встречаем здесь, в своих стенах, на Волгоградской земле, встречаем по благословению Святейшего Патриархи Кирилла выставку форум «Радость слова». Это событие тоже прошло уже много епархий, событие, которое создано издательским советом Московской Патриархии, событие, которое показывает новинки литературы, художественной, богослужебной, вообще всевозможной литературы. Но самое главное, это качественная литература, которая проходит и ценз, которая проходит отбор. И для нас очень важно, что в нашем городе мы можем проконсультироваться с теми людьми, которые трудятся в этом издательском совете, которые могут что-то подсказать, могут вопросы какие-то свои обсудить, задать им. Потому что, что греха таить, порой в церковных лавках, которые есть у нас в храмах, те бабушки, помощницы, которые помогают в лавках, они не совсем могут объективно сказать о той или иной литературе, которая есть. Самому священнику не всегда есть время, чтобы подобрать литературу на складе, но разбираться в этом необходимо. Поэтому в связи с этим событием приезжают не только сотрудники издательского совета и книги, но, что немаловажно, писатели. Мы уже встречали писателя Виктора Николаевича Николаева, который написал такие замечательные произведения, как «Живы в помощи», как «Из рода в род». Теперь у нас на нашей земле мы встречаем протерея Николая Гафонова, который тоже много литературы написал, художественной. Как мы помним, он был клириком и нашей епархии в свое время, поэтому интересно будет и священству с ним встретиться, и мирянам, и прихожанам, которые у него были. Он лауреат Патриаршей премии, и, конечно же, это большая заслуга и большой опыт, который он имеет. Мы надеемся, что он в течение тех дней, которые он будет пребывать по программе, он передаст здесь и тем, которые придут пообщаться с ним. Может быть, слышали, да, после открытия несколько слов было сказано для тех, которые в ожидании стоят поклонения. Вот хотелось бы, чтобы приходящие сюда, те люди, которые приходят сюда, не обязательно приходили в храмы. Но если мы так задумываемся хоть немного, да, у нас сейчас очень много есть такой критики о том, что вот храмы стали как-то пустить, может быть, и не очень много туда. Но давайте задумываемся, у нас в Волгограде там больше 90 храмов приходов. Вот если собрать примерно количество людей, которые ходят на всеночные мнения, на воскресные божественные литургии, ведь получится не так мало. Это действительно получится очень много людей, и храмов открывается все больше, да, то есть в каждом уголке, в районе, да, где-то там в поселке открывается свой храм, свой приход. Вот, и, конечно же, очень важно, что сюда приходя, они могут общаться между собой, да, они могут подружиться. Сейчас возрождается такое очень хорошее дело, когда на престольный праздник приход приезжает к приходу, не батюшек один к священному, батюшке к другому, а целыми приходами приезжают для того, чтобы помолиться вместе, да, порадоваться престольному празднику. И вот здесь, может быть, и есть, вот когда люди передают между собой вот эти вот какие-то новые опыты, да. Но важно и другое, важно понимать, если у людей есть такой живой интерес, как вы отметили при таком большом скоплении людей, то значит дело полезное, то есть люди чувствуют. Сейчас людей не обманешь о том, полезно тебе это или не полезно, и дело ведь не только в святынях, дело ведь не только вот в тех приезжих, которые сюда приехали в монастырь, там, подать записку или что-то, дело действительно в каком-то общении, общении между собой, вот это опыт какой-то, да, вот сейчас идет великий пост, и вот это все переходит, может быть, в то, что человек, видя вот эту особую атмосферу, станет сопричастен к ней до конца, это очень важно. Если человек уже приходил сюда, то пожелание, наверное, чтобы он встретился с теми, ведь вот такая существует преемственность некая, да, то есть приходит и говорит, а вот в этом году приехал там тот или иной монастырь, тот или иной храм, вот это тоже ведь замечательно. А вот, а дело в том, что когда мы совсем не бывали на выставке, мы просто слышали о ней, мы не сможем, ну, такое свое мнение личное создать об этой выставке, поэтому придите, просто посмотрите, походите, да, приведите сюда своих родных, может быть, невоцерковленных родных, они с большей легкостью придут сюда, нежели в храм Божий вначале, но затем, поверьте, уже много опытов есть положительных, когда люди с радостью, выцерковленные говорили о том, что наши дети стали ходить в церковь, когда пришли сюда, увидели, что здесь не так и страшно, да, священник не так страшен, да, он не хмурит брови, да, он может тоже улыбнуться, может, к нему можно подойти, ведь очень важно, что вот настолько священник на приходе сейчас занят, что священника трудно поймать для того, чтобы он просто там несколько минут уделил невоцерковленному человеку, не на огласительных беседах, не на требе, куда его вызвали, а просто вот после богослужения, священник куда-то все время спешит. Вот здесь уникальная возможность встретить, в том числе и своего священника, здесь ведь много священников мы видим, которые приходят также, может быть, что-то посмотреть, может быть, что-то увидеть, или просто увидеть, что здесь вот действительно много людей, с ними можно пообщаться. Такой хороший светский вопрос, чем могут быть интересны мощи. Ну, прежде всего, мы должны понимать о том, что духовный интерес, он немножко должен отличаться от интереса такого повседневного, который вызывает у нас любопытство, да, любопытство вообще такой грех. А что такое, как бы, побыть, приложиться к мощам святым? Это, прежде всего, для христианина воспоминание того мученика, либо святого, к которому мощам прилагается человек, да, и в нашем случае это святой великомученик Пантелимон, наверняка многим знаком, даже не воцерковленным совершенно, который не ходит в храм, но действительно святой, который через свои благодеяния, которые он молитвами пред Господом предстоит, он многим из наших верующих и, может быть, даже неверующих, очень многим помогает. Поэтому мы все его знаем, особенно живущие, наверное, в России. И для нас лишний раз помолиться перед частичкой святых мощей великомученик Пантелимону, прежде всего, с благодарностью к Богу, воззвать о том, что Господь не оставляет нас без попечения таких святых, с помощью которых мы преодолеваем скорби и спрашиваем для себя здравие, телесное, душевное. Сейчас идет Великий Пост, который особенно, может быть, труден переноситься православным христианинам, потому что из-за долгости своей, строгости своей. И вот, может быть, в эти дни Великого Поста нам всем стоит вспомнить о том, что без предстательства святых очень трудно вообще в жизни чего-то добиться. И духовного, и просто мирского, обычного, житейского. То, что мы просим в церкви, может быть, когда заходим, просто поставить свечку. Это обычно здравие, долгоденствие нам, чтобы поспешение в делах было. Вот все то же самое, что мы делаем. Если мы это делаем перед святыми мощами, мы к первообразу мысленно, молитвенно приникаем и просим у него заступничества. Вот чем важно моление человека перед иконой, чтобы воспоминать первообраз. И особенности моления перед святыми мощами. Это особенный трепет, благоговение человека-христианина перед тем, что сделал тот или иной святой в своей жизни земной, за что он сподобился стать, в нашем случае, святым великомучником и целителем Пателимым. Уже мы в самом прославлении видим, что это был целитель, врач. И мы и спрашиваем у него не только как у врача телесного, как он был, но как мы знаем из жития святых, он врачевал и молитвенно. Вот, может быть, нам этого и не хватает, чтобы в нашей жизни было напоминание о том, что все наши порой беды, скорби, болячки наши телесные, они происходят из-за того, что не хватает времени нам вспомнить про духовное. Потому что человек – это не только тело, но и душа. Вот если мы об этом будем помнить ежедневно, может быть, и болезней станет меньше, может быть, и дела по-другому у нас пойдут, может быть, и Господь будет нас меньше вразумлять, наказ нам давать, чтобы мы вспоминали, что мы верующие православные христиане, должны жить немножко по-особенному, по закону Божьему. Здесь дома дождь, троицкая трава, того нечет всякое обходит стороной, а эта еще подушка освящена на нашем камне. Что болит, то мы прикладываем. И спать не украшу, у кого бессонница. А потом вечно наношу подушку и спать уже спокойно. Ну да, я вот, например, наступила при одной палочке, а вот три раза прочистилась на первом месте, ведь все, и легче стало. Поехали. Продолжение следует... 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 Спустя 800 лет, эта угроза только уже с фашистскими крестами вновь пришла на нашу землю Соленградская битва, которая стала предоставить словарь нашим гостям, Преосвященнейшим Владыкам. Дорогие отцы, братья, сестры, я впервые присутствую на такой выставке и благодарю Владимиру Митрополиту, что он пригласил сегодня вместе с ним встретить святые мощи, великомученика и целителя Бунтилии. Такая же выставка скоро состоится у нас в Выпинске, и мы будем с радостью ждать вас. И, конечно, для нас это будет открытие, это будет впервые для тех мест, где находится угроза. Спасибо вам. Ваше Русское Преосвященство, Владыка, благодарю за приглашение принять участие в открытии выставки моления у мощей святого великомученика и целителя Бунтилии Мина, от лица клериков, прихожан Калаченской партии, которые, думаю, и здесь присутствуют, выражаю вам сердечную благодарность. Я думаю, что для жителей клериков, вернее моему помещению парки, тоже очень важно здесь участвовать. Призываем всех, особенно кто здесь живет по-третьски, волжан, активно участвовать, приобретать православную литературу, которая здесь оставляется на пользу свою и своим близким. Спасибо. Спасибо. Ну что, желаю вам большого духовного удовольствия с этой выставки и помощи Божьей за молитву, с этой костюмой. Аминь. Дорогие друзья, выставку радость слова можно считать открытой. Следите за программой, которая... Это наш, что мы видим, что здесь книги под божественной помощи, сургическая и детская литература. Предательство... И получается так, что все издательства объединения собрали в них издательства. Представляем у меня в таком форме Москвы. То есть она здесь не представляет, а вообще она здесь представляет. Диана, которая прошла в мере Физайского совета, получила. Ну и, соответственно, партия читателей, которые мы будем вести, свободно, и пишет, что все издательства в мере, которые просто говорят. И все это дальше. То есть это... Архиерея. Да, да, да. И намоченный. Если можно, сразу в сон проходить. Сейчас просто... Такой застольный эстрак. А вот если бы это, высказите, если бы туда протянуть книжечку, жизнь людей заиграла бы новыми красками. Не перед телевизором, да? А вот в такой домашний путь. Да. Идейный его человек. Сейчас украшение... А, не знаю. Так что, когда, в этой теме, в этой теме, в этой теме, в этой теме, еще есть вопросы. Они сражались. Да. Считаю, что они сражались и обладали способностями вдохновлять город. Делать это бесстрашным. Что было бы у него все самым большим богатством? Даже самым правонарным. Стройку. Гости. Вот здесь. Пару слов ваших впечатлений. Несколько слов пожеланий автора и нашей выставки. Первый день. Шесть лет владелец, да? А? Шесть лет владелец? А? Шесть лет владелец. Шесть лет владелец. Болгар belief. Шесть лет владелец. Продолжение следует... 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 о том, что раз мы благодарим, значит, мы что-то должны сделать. Мы хотим причастливиться на небо и немножко попросим себя. А на следующий год мы уже, может быть, построже начнем поститься, на следующий год еще строже. И вот смотрят, человек возрастает, мудрее, становится старше, а пост для него становится проще. Он уже не замечает болячка, не так его отдревает. Он уже потеряет время, хотя для другого времени тоже, казалось бы, не хватает, кому-то дела, домашние сделать, еще что-то. Потому что человек постепенно научился жить со Христом. А может быть, когда-то он был совершенно нецерковленным человеком. Но вот церковиться за этот момент невозможно, потому что невозможно принять в полноте Христа для себя, иначе это будет профанация, иначе это будет непонимание, что же от нас хочет на самом-то деле Христос. Христос от нас хочет любви, а вот это важнее всего в жизни. Приятного всем поста, дорогие дорогие сестры, мои гостиные, вам очень спасибо. Ангелы, все хранители, отличательного любителя пения 6-13, 18 часов. Ангелы, все хранители. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Ну, наверное, не надо говорить о том, что святой, которого любят, почитают, молятся ему, наверное, все от нацерковленного православного христианина, священника, монаха до человека, который может быть далек от церкви даже. Но, тем не менее, имеет дома какую-то иконочку маленькую, имеет эту веру внутри себя, пока в душе, не воплощенную в жизни. Но, может быть, придя сюда, на это мероприятие, помолившись, может быть, его сердце коснется сначала целитель Пантелимон, а потом уже сам Христос коснется для того, чтобы он раскрыл в себе именно веру, для того, чтобы не просто быть христианином по крещению, но быть христианином по образу жизни. Вот к этому мы стараемся призывать здесь приходящих на проповедях после молебнах, стараемся говорить об этом участникам, которые приезжают, чтобы они несли особую проповедь, может, особую миссию, чтобы на своих стендах, где они представляют монастырь, они были не только торговыми людьми, да, которые какое-то там свое искусство привезли показать то, что они делают в храмах и монастырях, но и чтобы вера, которую еще святые апостолы распространяли, она также коснулась вот таким образом и служения этих людей, которые приехали. Может быть, звучит громко, но на самом деле, если мы остановимся у любого из стендов и посмотрим, о чем общаются у нас участники и приезжие монастыри, представители монастырей, храмов, то на самом деле недалеко это от истины. Действительно, на самом деле каждый, наверное, приходит получить что-то свое на этом мероприятии. Кто-то пришел за новой книгой послушать вот в рамках радости слова, что-то новенькое привезли, кто-то пообщаться, кто-то помолиться, кто-то еще что-то. Ну, в общем-то, это, наверное, вот это общение православных людей между собой, оно приведет к тому, что где-то что-то мимо проходит, кто-то услышал и задумался, и о своей жизни в том числе. Это тоже своего рода проповедь, потому что в храме, ну, как правило, не бывает случайных людей. В храме люди определенно идут с целью причаститься или помолиться, или свечку даже просто поставить. То есть здесь, вот на таких мероприятиях, люди могут быть действительно случайными. Пойдем сходим со мной за компанией, пойдем. И вот, окунувшись вот в это, мы увидим о том, что через молитву, через общую молитву здесь, да, молебное пение перед цветными мощами, просто через общение друг с другом, они соприкасаются с православной жизнью изнутри, будем так говорить. И по-другому, может быть, немножко и откроют для себя ее, эту православную жизнь, распространяя уже просто на обычный быт, который возле нас, вокруг нас происходит, и благодаря нашему стремлению все-таки быть христианами. У меня мечта, чтобы люди шли таким же количеством в храмы, и не только на Пасху. Вы недаром заметили, да, что вот с принесением там ковчегам, может быть, кажется, что людей стало побольше. Ну, может быть, и побольше, но это не в разы, как кажется, да, вот с обычной, может быть, выставкой какой-нибудь. А ведь всегда на выставках присутствует какая-то святыня, и зачастую люди действительно стоят в очереди. Здесь я заметил, что люди приходят по несколько раз, да, уже помолившись, кого-то приводят с собой. То есть они не один раз пришли, а вот их тянет сюда снова прийти, может быть, чуть больше времени уделить. Может быть, чуть-чуть, может, не достояли в очереди, ушли, какие-то дела их увели отсюда, но они вернулись вновь. Но, знаете как, хочется, чтобы вот здесь было сравнение для наших, ну, обычных таких, да, вот. Есть Пасха Христова, когда мы видим действительно полный храм. Есть Рождество, Крещение, когда больше людей. Мы видим, в воскресенье тоже достаточно, может быть, и много присутствует. Но бывают богослужения, где храмы, где богослужения чаще, чем раз в неделю, да. И если мы пойдем в субботу, то увидим, что не так и много людей находится, даже, например, в Казанском соборе, да. Вот, ну, может быть, и невозможно, чтобы храмы были всегда заполнены. Но если все-таки те люди, которые ходят раз в месяц, начнут ходить раз в две недели, да, люди, которые раз в год начнут ходить хотя бы раз в месяц, то и в субботу точно будут храмы заполнены. Вот, поэтому, вот, мне кажется, что если люди увидят о том, что, вот, не знаю, заметили вы, я заметил, что вот с, вот это уже у нас 12-я выставка, да, идет. И я помню, как разные святыни привозили, но я помню и разные отношения людей. Где-то была и давка, где-то были какие-то вот разговоры. Если сейчас мы заметим, то, ну, общий фон такой, да, но нет каких-то там разговоров особенных, еще чего-то. На мой взгляд, люди стали привыкать, что они, являясь православными христианами, по-другому должны вести себя в обществе. И я думаю, что храм от этого тоже только выигрывает. Ведь, на самом деле, вспомните время, когда на крещение Господне, когда воду освящали, ведь какая давка была. Вот, и людей невозможно было успокоить. Люди вот почему-то хотели все время первыми. Может быть, думали, что благодать больше или что, непонятно. Но успокоить, призвать к смирению и терпению было практически невозможно. То теперь ситуация меняется, и в храмах в том числе. И вот, мне кажется, когда мы начинаем просто по-другому себя вести в обществе, может быть, благодаря и тому, что вот такое скопление людей мы видим, где у нас в городе. Либо в храмах на большие богослужения, большие праздники, там, например, Пасху. Может быть, в какой-то степени на крестный ход 9 мая, традиционный для нашего города, да. Когда владыка сам. Мы идем от, теперь уже, памятника Александру Невскому и до Мамаева Кургана. Но больше, собственно говоря, таких вот каких-то больших событий, где большое скопление именно верующих православных людей, ну, не происходит. А здесь мы видим действительно очень много людей, которые объединены одной целью. И если уж все-таки мы можем учиться вести себя в обществе, то, наверное, мы сможем и научиться быть христианами не только по крещению, а по образу жизни. И все-таки наступит тот момент, когда человек, ходящий раз в год в храм, начнет ходить раз в месяц. А кто ходит раз в месяц, раз в две недели, а может даже раз в неделю. И все-таки наступит тот момент, когда человек, ходящий раз в месяц. Все-таки наступит тот момент, когда человек, ходящий раз в месяц. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...